Здравствуйте, мои дорогие друзья! Здравствуйте, гости моего канала! Сегодня хочу сделать небольшой обзор на сорт клематиса Голубой Ангел. Этот клематис выведен в Польше в 1990 году селекционером Стефаном Франчиком. Это третья группа обрезки, группа Витицела. Он может достигать 4 метров в высоту, цветы диаметром 8-12 см, цветы нежно-голубые, тычинки желтые, краешки волнистые. С возрастом на солнце цветок выгорает. Вот этому кусту у меня третий год, третье лето. Клематис Голубой Ангел, также Блю Энджел или по-польски Блэкетни Ангел в нашем регионе показывает себя очень хорошо. Быстро нарастает, имеет хорошее здоровье, неприхотливый. Если вам нужен высокий, обильно цветущий клематис, Голубой Ангел вам очень подойдет. У него есть один достаточно существенный недостаток. Он не очень чисто отцветает. На отцветшем цветке могут достаточно долго висеть вот такие вот серые лепестки, которые портят вид куста. Но у меня здесь не очень высокая опора, и если меня что-то раздражает, я просто это быстренько состригаю. К тому же, если вы состригаете отцветшие цветы, это может продлить цветение вашего клематиса. В общем и целом, я рекомендую этот сорт. Он мне очень нравится. Даже вот такой молоденький кустик, которому всего лишь третье лето, очень хорошо нарастает, цветет. Нет претензий к зимовке. Хороший устойчивый сорт. Вот здесь вот немножко похвастаюсь. В прошлом августе я приобрела... Не приобрела, поменялась. На вот такой вот клематис. В прошлом августе посадил, вот сейчас он у меня расцвел. Такой вот темненький. Компания Голубому ангелу. Единственное, что я не знаю, что это за сорт. Цветочки пока у него маленькие. Но это, считай, первогодочка. Я взяла его небольшим хвостиком. Немножко он так кудрявится. Если кто-то знает, что это за сорт, подскажите, пожалуйста. Вот здесь он набрал бутончики. И будет свистеть вместе с Голубым ангелом. Таким вот темно-фиолетовыми цветками. Флокс Фрикл Блю Шейдс. В прошлом году он у меня был первогодочкой и очень понравился моим зрителям. Я его в прошлом году пересадила поближе, к переднему краю миксбордера. И вот уже на второй год он нарастил вот такой куст. Не могу сказать, что это моя заслуга. Это заслуга сорта, что он так хорошо нарастает. Очень красивый кустик, гармоничный, яркий. Свежие цветки вот такого вот цвета. Очень интересные окраски. Потом они чуть-чуть светлеют. И вот так вот нежно выгорают. Прекрасный невысокий флокс. Вот таким вот огромным букетом цветет. И в этой серии Фрикл есть еще Парпл, Блю и Ред. Вот что-то мне захотелось приобрести и все. Клематис Иоанн Павел II капризничал после пересадки у меня весь прошлый год. Это вторая группа обрезки. Я показывала, как я его лечила. И вот он у меня перезимовал. Я решила его подвязать. Он обиделся. И у него один побег усох. Видимо, я не очень аккуратно с ним обошлась. Я перестала проводить с ним какие-либо манипуляции. В результате он залез на калину и решил подсвести на ней. Ну, как говорится, и ладно. Лишь бы был живой. Больше я не буду пересаживать клематисы весной. Я уже на горьком опыте этого клематиса научилась. Деление и пересаживание в нашем регионе в августе месяце. Никак иначе. Иначе капризы, болезни и все такое прочее. Клематис Иоанн Павел II. Вторая группа обрезки. В более холодную погоду у него появляется здесь вот полосочка. А вот в жару он практически белый. Очень хороший высокий клематис. Надеюсь, наши отношения с ним наладятся. Ипомея. Прекрасное растение. Но увидеть цветы можно только рано утром. А вот сегодня пасмурный дождливый денек. И можно полюбоваться в течение всего дня. Такими вот красивыми. Нереального цвета. Цветками ипомии. В капельках дождя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...